МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир телеканала ННТ продолжает информационная программа новости 24 в студии Хадижа Курбанова. Здравствуйте! И коротко о том, что ждает вас сегодня в выпуске. Они забыли о клятве Гиппократа. Врачи не оказали помощь пострадавшей в ДТП 16-летней девочке. Мусорная реформа в Махачкале в скором времени в городе будет чисто. Об этом заявил министр природных ресурсов на пресс-конференции. Все подробности сегодня в выпуске. Нежданные гости пожаловали к неплательщикам. Судебные приставы провели рейд по взысканию долгов за капитальный ремонт. Грабителей задержали в Кумтор-Калинском районе Дагестана. Трое жителей республики обвиняются в краже бытовой техники, а также предметов быта на общую сумму около 400 тысяч рублей. Как установило следствие, задержанные вскрыли окно комнаты на первом этаже дачного коттеджа, похитили люстры, металлическую и керамическую раковину, причинив хозяину дому значительный ущерб. В дальнейшем с этими вещами что вы собирались сделать? Думали, то, что можно продать, продадим. Вырученные деньги разделим. Вообще сколько раз вы в дома заходили? Два раза. И все это в Кумтор-Калинском районе, да? Да, на Черных Камнях. Посадили нам раскаивать? Да, раскаивались полностью. Коттоп, в смеси и ущерб. Сейчас задержанным грозит лишение свободы до 6 лет. Пострадавшему в ДТП подростку в Дербенте не оказали помощь. Об этом сообщают региональные формы здания, аргументы и факты. Водитель, сбивший на своем автомобиле 16-летнюю девочку, доставил ее в больницу, но сотрудники ЦГБ Дербента отказались принять ребенка без каких-либо на то причин. Не повезти в родителей, ребенка направили в частную клинику. На видео, опубликованном в социальных сетях, врачи не смогли ответить родителям, на каком основании поступление пострадавшей не было зарегистрировано. Это что такое? Как я могу успокоиться? Когда мне разные люди говорят, что наши утремянники, «Слушайте, объясните мне, что терапевт, травматолог, медсестра, фиксация пациента нужна быть, регистрация пациента нужна быть. Почему вы это не сделали?» Немногим позже главврач больницы заявил, что в действиях сотрудников приемного покоя действительно есть нарушение. После проверки медперсонал будет привлечен к ответственности. Приполненные мусорные баки, несанкционированные свалки – все это в Дагестане в скором времени полностью исчезнет. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии республики на пресс-конференции с журналистами. Среди представителей прессы была и наша съемочная бригада. Зумруд Гамидова продолжит тему. С 1 января республика перешла на новую систему обращения с отходами. Мусорная реформа затронет всех – от частных собственников до владельцев бизнеса, а также мусоровывозящих компаний. Кроме того, в регионе будут созданы новые полигоны и мусороперерабатывающие заводы. Махачкала входит в зону деятельности регионального оператора. Для вывоза мусора в столице задействовано порядка 60 единиц техники и около 150 человек технического персонала. Мусор будут вывозить на площадке временного хранения. Для этих целей будут использованы действующие свалки. А в дальнейшем бытовые отходы будут перемещены на полигон размещения твердых коммунальных отходов. Изменилось с 1 января. И я как министр имею все полномочия, имею 100% поддержку главы Республики Дагестан поселила Владимира Абдулевича в этих вопросах. И мы всех заставим работать в этом направлении. По словам министра, контейнеры также должны быть разделены на категории, куда жильцы могли бы распределять отходы. Однако эти изменения будут вводиться постепенно. Глава ведомства отметил, что зачастую горожане игнорируют общепринятые правила утилизации отходов. «Все на свалку. Берите опасные отходы. Это очень опасная вещь. Каких только болезней не существует. После этого все выбрасывается в баки. Недопустимо. Это все класс опасности. Первый, второй класс опасности. Их должны утилизировать. Поэтому мы на наших полигонах сейчас установим печи для утилизации биологических отходов. Отдельно печи для утилизации опасных медицинских отходов». Отвечая на вопросы журналистов, Набилла Карачаев подчеркнул, что новые схемы позволят избежать появления несанкционированных свалок. Передовые технологии нужны везде, а тем более в отрасли, которые напрямую связаны с воздействием на окружающую среду. Зумруд Гамидова, Нурмагомед Магомедов, телеканал ННТ, Махачкала. На пост мэра Махачкалы претендует 40 человек. Прием документов проводился с 28 декабря по 16 января. Большее число заявок выступило последние два дня. Следующим этапом будет проверка поданных документов претендентов конкурсной комиссии. Собеседование с кандидатами запланировано на 22 января. По его итогам депутатам городского собрания будет предложено проголосовать за них. Явились в дом без приглашения. Судебные приставы провели рейд по взысканию долгов во многоквартирных домах по улице Лаптиева. Под меры в исполнители попали те, кто не оплачивает капитальные ремонты, чей долг варьируется от 10 до 40 тысяч рублей. Что будет, если не платить взносы, узнавала Луиза Раджабова. Грозный стук в дверь и в поле зрения судебных приставов попадают жильцы квартиры на улицах Махачкалы. У них долги по оплате взносов за капитальный ремонт, которые числяются десятками тысяч рублей. Но жильцов своя правда, которой имеет место быть. Они сами следят за состоянием своего дома и не считают нужным вносить средства в фонд для капремонта. Моя точка зрения, правильно ли деньги удерживать? Честно говоря, я не согласен с этим. Почему? Потому что результатов не видно. Деньги удерживают. А как было, так и все остается. Вот посмотрите на подъезды вот это все. Из-за этого у людей желания не бывает платить за это. Они видят, деньги дают они, а ничего не сдвигается. Из-за этого они не хотят давать деньги. Из-за этого их понять можно с этой точки зрения. Я сам строитель. Мы иногда сами что-то делаем уже здесь. Потому что капитальный ремонт никогда не делали. Вообще никогда не делали. Это не только я могу сказать. Это здесь кому не поднимется подъезд. Они все так говорят. Те, кто пустил стражи закона, приставы уведомляют о наличии задолженности по взносу. Должникам, которых застать дома не удалось, оставляют извещение об исполнении судебных решений. За время существования фонда капитального ремонта с 2015 года было отремонтировано 172 многоквартирных дома. Более 25 тысяч человек улучшили свои жилищные условия. Хотим призвать жителей республики, собственников многоквартирных домов, своевременно оплачивать взносы за капитальный ремонт. Так как это федеральный закон, это не приход фонда и уклониться от оплаты не удастся. Тем, кто не согласен, закон позволяет не выплачивать взносы в фонд капремонта. Для этого жильцам необходимо на общем собрании создать собственный лицевой счет и тратить деньги на обслуживание дома самостоятельно. Однако и здесь предусмотрены некоторые нюансы. Уровень собираемости взносов фонд капремонта в республике низкий – всего 27%. Не платить. А как же не платить? Если я не буду, то они платить, а потом 3-4 месяца – давай, плати. Так мы и стараемся платить, чтобы не должны быть. Мы плаваем первые этажи. Вот это у них было в списке, вот канализацию менять общую не поменяли. Сказали, вот ступеньки, сами видите, ступеньки надо разобрать, большая работа. Но в фонде капремонта, в свою очередь, рекомендует своевременно оплачивать взносы. Ведь от уровня несобираемости платежей напрямую зависят сроки начала ремонтных работ. Луиза Раджапова, Саламан Китихмаев, телеканал НРТ, Махачкала. В Махачкале начался демонтаж незаконно установленной наружной рекламы. Сотрудники городского управления торговли, предпринимательства и рекламы провели рейдовые мероприятия на проспекте Акушинского. Главная цель которых – освободить фасады зданий от несанкционированной рекламы. По словам специалистов, на сегодняшний день 90% из установленных в Махачкале рекламных баннеров имеют все или иные проблемы с документами. Их задача – сделать так, чтобы ни одна незаконная рекламная конструкция не стояла в городе. Старейшая школа Дагестана может остаться без части помещения. Министерство образования республики попросило администрацию Махачкалы сдать в аренду часть гимназии номер один. Речь идет о 300 квадратных метрах, где планируют разместить управление надзора и контроля в сфере образования. Родители школьников категорически против. Разбиралась ситуация наш корреспондент Карина Баталова. Ей слово. Здесь уже танцуют, бегают и изучают правила ПДД. Факультативные занятия для школьников идут полным кодом. А ведь часть старого корпуса гимназии стала вновь площадкой для детей совсем недавно. В 2003 году она была передана на баланс администрации города. В 15 лет здесь находились различные организации. Письма к чиновникам с просьбой вернуть кабинеты гимназии не оставались услышанными вплоть до августа 2018 года. И вот, наконец, долгожданная весть – помещения свободны. Активные родители тут же взялись за дело. Мы собрали родителей начальных классов на добровольной основе, привели в порядок все эти кабинеты, вывозили строительный мусор, который складывался здесь годами, лет 10, наверное, облагородили территорию. Я не хочу, чтобы мои дети выютились в узких кабинетах, кабинетах, где будет вторая смена. Сегодня в первой гимназии учатся около 2000 учеников. Чтобы не допустить третью смену, пришлось уплотнять классы. 35-40 детей в классе для начальной школы здесь уже норма. Освобожденные помещения дали возможность проводить желанные факультативные занятия, а также расширить группу продленного дня. Во внутреннем дворике планируется ботанический сад. Родители и дети своими силами уже вывезли отсюда три грузовика с мусором. Работы проделаны немало, поэтому эти помещения им так не хочется отдавать. Один из главных активистов в этом деле, Магомед Гаджиев, говорит, что обращался в министерство с официальными письмами и ждал мирного решения проблемы. Показать, чтобы они знали реальную картину, что здесь происходит. Объясниться, чтобы не делали опрометчивых шагов. Чтобы потом родители, которые вложились сюда в ремонт, не было возмущения, резонанса в обществе. К чему мы сегодня пришли в реальности. Школа должна остаться школьником. Чиновникам достаточно административных зданий в городе, пожалуйста, никаких возражений нет. Школу закончили достаточно много известных людей. Все они готовы помочь. Если не на материальном уровне, а моральная помощь, физическая, любая помощь приветствуется. Пожалуйста, просьба к чиновникам не мешать действиям родителям и школьному процессу. У чиновников на этот счет мнение другое. Министерство образования на своей официальной странице в Инстаграме сообщает. Доводим до сведений общественности, что запрашиваемые помещения для организации учебного процесса никак не использовались. Более 10 лет помещения сдавались в аренду по непрозрачным договорам различным коммерческим и общественным организациям. И надо отметить, это не вызывало вопросов у родителей, общественников, а самое главное – у руководства школы. Но директор школы утверждает обратное. Говорить о том, что директор школы без дела сидел и не добивался этого – это неправда. Почему? Потому что я вам покажу письма. Эти письма сохранились, они начинаются с 2002 года. И там в письмах обозначены, по какому поводу руководитель образовательного учреждения обращается в муниципалитет города. И там обозначены все проблемы, которые связаны непосредственно со школой. Активные родители намерены идти до конца. Они отправили письмо главе республики с просьбой разобраться в данном вопросе. Сейчас эти помещения на балансе комитета по управлению имуществом Махачкалы. Именно им придется выносить окончательное решение. Карина Баталова, Салман Гитихмаев, телеканал ННТ, Махачкала. В Малый Хадж вылетела очередная группа паломников из Дагестана. Прошлой ночью в аэропорту Махачкалы их провожали родственники, а сотрудники компании «Марватур» предоставили всю детальную информацию о предстоящей поездке. Восемь дней паломники проведут в Медине. Всего поездка продлится две недели. Многие паломники отмечают, что у Мра Малых Хадж в разы дешевле обязательного паломничества. Поэтому есть возможность чаще совершать такие поездки. Дочка моя, оказывается, в конкурсе участвовала у Мра Махач. Вот, и она выиграла. И вот... Предоставился случай такой неожиданный. Это состояние души, то, что у тебя покой, вот, смиренность. Это когда ты возвращаешься, со временем это как бы проходит. Ты хочешь вот это ощущение заново почувствовать. Поэтому и как бы, алимы тоже говорят, у кого иман в сердце есть, их сердца будут привязаны к Абе. В Хадже был, в Мра первый раз еду. Я думаю, любой человек, кто был когда-то в Хадже, у него сердце остается либо в Мекке, либо в Медине. Мое сердце в Медине, я просто мечтал вернуться сюда еще раз. Напомним, что вылеты в Саудовскую Аравию осуществляются каждые две недели. Их организовывает единственная аккредитованная в Дагестане хадж-компания «Марва». Следующий рейс запланирован на конец января. Таковы были новости к этому часу. Еще больше информации вы можете отслеживать на нашей официальной странице в Инстаграм, а также на сайте Ютуб. С вами была Хадежа Курбанова. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин